Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Продолжается серия ваших вопросов, моих ответов. И сегодня в этой серии... Серии... Это... Сегодня в этой серии серия последняя. И сегодня в нашем сериале серия последняя, заключительная. Меня Алина Веймер. Привет! Она спрашивает. Как поддерживать интерес мужчины, особенно если жить вместе? Хотелось бы видео. Спасибо. Могу ответить на этот вопрос. И причем все вот эти вот ответы и понимание каких-то вещей, оно приходит с годами. И не так давно оно ко мне пришло. До этого даже и не скажу, что был ли у меня опыт такой. Просто прям конкретно жить вместе, да, и что поддерживать интерес. Я сама наступала на какие-то грабли, на какие-то ошибки, что не нужно было делать. И, возможно, я к этому пришла только сейчас. И, возможно, ну, то есть в голове у меня есть какой-то шаблон, да, какие-то идеи, какое-то понимание, как все-таки нужно себя вести. Вот в теории оно на практике, и это я буду только еще применять. Поэтому могу сказать только то, что на сегодняшний день в моей голове, и то, что я буду применять. Как поддерживать интерес мужчины? Опять же, мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось. Для меня очень важно, и я очень хочу, чтобы трепет, искры, эмоции, те, что были в начале, во время влюбленности, так и оставались. Я начинаю заглядывать туда, что же в начале такого, что заставляет нас трепетать. И что же происходит потом, что заставляет нас, наоборот, не трепетать друг над другом, да. Что же нам надоедает, что же получается. И, ну, исходя, конечно, из своего опыта, я увидела, что есть какие-то ошибки, да, что девушка чаще всего в отношениях расслабляется, она перестает за собой следить, она становится менее, менее красивой, менее такой ухоженной, можно сказать, да. Хотя, ну, не должны мы, и не должна быть у нас отмазка, дети, там, то-се. Можно даже и с ребенком, на самом деле. Можно, например, даже тоже, не знаю, заплести хвостик такой, да, там, с чистой головой, и быть тоже сексуальной, то есть какие-то моменты, да, ну, не знаю. Я, например, планирую, да, что вот, ну что, я не очень люблю так, когда я не накрашенная, да, совсем. Мне, например, больше нравится, когда я встаю, и вот что-то есть, да. Я, например, планирую, даже если у меня нет времени на то, чтобы краситься, тем более я вообще не люблю краситься, я планирую там сделать себе татуаж бровей, офигенски, чтобы не было видно вообще и заметно, всегда, чтобы брови были в порядке. С утра делать тинт себе для губ, да, чтобы губы были яркие какие-то. Может быть, там, нарастить, сделать ресницы себе, чтобы ты вставала уже какая-то красивая, заплела гульку, ты прекрасна. Если я начну поправляться или что-то, я всегда найду время на то, чтобы хотя бы дома присесть несколько раз, подкачать себе там попу, пресс и так далее. Для своего любимого мы должны быть красивыми всегда, потому что, извините, не будьте красивыми вы, он будет смотреть в сторону на тех, кто будет красивыми, поэтому, извините, этот вопрос в наших интересах. И тут, знаете, вот некоторые женщины, когда думают, что, ой, времени нет, там, ребёнок, то-се, это в наших интересах. Просто мы потеряем мужчину, и всё, если перестанем следить за собой. Это, знаете, так работает порой, что сами не отслеживаете, да, мужчина должен понимать, то-се, любить, там, и так далее, но не всё подвластно нашему контролю. Мужчины такие, да, они вообще любят глазами всё, поэтому тут как ни крути, это наши сложности, это наши проблемы. И ребёнок, и сохранять красоту нужно. И я планирую отдавать все силы этому, чтобы это было так. Если, конечно, я устану и уже забью, тогда я просто не буду удивляться, что мой мужчина повёлся на какую-то другую женщину. Конечно, всыплю ему, но сама виновата, как говорится, да. Дальше, что касается интимной жизни. Очень многие мужчины смотрят налево, потому что им не хватает интимной жизни, не хватает там какого-то разнообразия. Я придерживаюсь тому, что женщина с мужчиной в интимном плане, в общем, я считаю, что не должно быть никаких барьеров и границ в этом плане. То есть мужчина должен получать всё, так же, как и женщина, в принципе. Это что касается и мужчин, и женщин, одинаково. Я считаю, что нельзя делать ограничения, потому что когда, как только начинаются ограничения где-то, да, то я не люблю, то я не делаю, то я не могу, как бы, да, и не готовы даже экспериментировать над какими-то вещами со своим любимым человеком, эти вот тайные желания, какие-то фантазии, которые хочется человеку воплотить в жизни, он считает, что, ну, возможно, он готов к этому в реальности, да, и может заставить в один прекрасный момент тоже его куда-то отправиться, и, ну, как бы, это второй момент. Но если у него будет просто нехватка секса, грубо говоря, да, то это ещё больше, это ещё больше подтолкнёт его куда-то налево. Поэтому в этом моменте тоже нужно быть очень внимательным. Конечно, не всегда всё должно быть вот тебе по первому зову, там, и так далее, но нужно чувствовать этот момент, вот, внимательность и чувственность в отношениях, это вообще очень важная вещь, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Нужно чувствовать эту грань, нужно чувствовать, когда тебе мужчина хочет ещё, а потом он вдруг уже где-то, пора уже, как бы, отдаться, да. То есть не то, что даже можно, нужно иногда отказывать где-то, и это, чтобы у него было желание своей женщине постоянно. Потому что если женщина такая безотказная, всё вот так вот и даёт, вот, да, это тоже, как бы, не лучший вариант. Мужчина должен что-то вот как-то, не такое быть, немножечко на взводе лёгком, да. Но это всё чувство, это всё нужно чувствовать, потому что если вы это не чувствуете, то вы можете, короче, перегнуть палочку где-то, и неправильно пойдёт всё не по той дороге. Мужчина уже давно уже и забил на вас, уже там уже налево ходит, вот, а вы тут, как бы, цену себе набиваете. Это что касается первых вещей, там, внешность, да, интимная жизнь. Что касается остальных, всегда нужна интрига. Вообще, опять же, а я обращаюсь снова к внимательности и чувственности. Всегда нужна интрига, мужчина всегда должен чувствовать, что он до сих пор охотится на вас. Как это сделать, это, опять же, только почувствовать. Не нужно расслабляться, не нужно отдаваться мужчине. То есть он должен быть уверен, что вы его женщина, но при этом он должен всё время бояться вас потерять. То есть в вас должно быть то, что заставит его потерять. Он должен видеть, что вы красивая, и другие мужчины обращают на вас внимание, и с удовольствием с вами общаются, и просто... Он должен видеть в вас звезду всегда. Он должен видеть в вас друга, которому он может прийти со своими проблемами, да, и пожаловаться, и он должен видеть в вас умную женщину, которая где нужно промолчит, а где нужно всыпет. То есть нельзя молчать только. Должны характер тоже показывать в отношениях. Мужчина должен вас уважать в первую очередь. Это всё на ранних стадиях, всё это воспитывается. И никогда нельзя закрывать глаза на какие-то такие вещи. Ну, в общем, это тоже такая долгая история. Как бы нужно всё сохранять с самого начала. Вот посмотрите, как вы себя вели с самого начала. Очень часто мы так ведём себя, ещё не отдаёмся, ещё вот какая-то у нас интрига, мы сами ещё не знаем, чего-то боимся, отталкиваемся, и это привлекает мужчину, да. Так и в отношениях то же самое должно быть. Только, конечно, уже не в том смысле, что мы что-то боимся там, да, или ещё что-то. А в том смысле, что мы отстаиваем свои границы, мы тоже личности. Нужно заниматься чем-то, что-то любить в жизни. Нельзя любить только мужчину, и всё, вот так окружили его, сковали и задушили, да. У вас должен быть всегда свой интерес. Отлично, если люди занимаются, то есть у вас всегда должно быть личное пространство. Нужно просить иногда мужчину о том, что вот мне нужно побыть, вот я тут занимаюсь. Что у вас в интересах не только один он, а что вы интересуетесь ещё чем-то, тогда мужчина всю жизнь будет пытаться перетянуть одеялко на себя, там, ваше внимание, да, он будет ревновать к вашему делу какому-то. Это нормально, если это в пределах разумного. Лёгкость, опять же, это всё такой баланс, всё нужно чувствовать. Приходит это всё с внимательностью к людям, и приходит всё это с опытом и с желанием всё это контролировать, да, и балансировать. Это, конечно, сложная такая игра. Не знаю, насколько она у меня получится в будущем, да. Просто сейчас я живу со своим мужчиной тоже, как бы на расстоянии, мы в разных городах, но мы всегда на связи, и даже мы уже очень долго вместе, да, и даже на протяжении этого времени мы каждый день созваниваемся, то есть у нас полная такая жизнь, но немножко в разных городах, да. И то, и то существует бытовуха. И то я чувствую какие-то моменты, где, ну, думаю, здесь надо сказать уже, да, здесь нужно что-то сделать. То есть я стараюсь, как на гребне волны, чтобы у человека было, 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 было интерес, было что-то, да. Вот такие советы. В общем, если остались вопросы, пишем в комментарии. Если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Впереди много интересного. Мы увидимся с вами в следующей серии ответов на ваши вопросы. Пока-пока.